всем привет сегодня будем с вами готовить кекс с изюмом на кефире для этого нам понадобится 2 яйца 150 грамм сахарного песка ванилин пакетик и соль все это мы должны хорошо перемешать можно миксером так сюда же добавляем 130 миллилитров кефира кефир должен быть теплый или комнатной температуры не холодный не ледяной я поставила на 10 секунд в микроволновку тоже хорошо это размешиваем и потом добавляем размягченное сливочное масло если вы его растопили то оно тоже должно быть остывшим сюда же добавляем размягченное сливочное масло все надо хорошо перемешать до однородной массы теперь мы берем 230 грамм муки и 10 грамм разрыхлителя муку мы должны просеять сюда же мы добавляем муку я уже просеяла так всю остальную муку я сюда выкладываю сейчас я это все хорошо размешаю и потом добавлю сюда изюм изюм 100 грамм изюма у нас изюм должен быть промытый и просушенный тесто я хорошо перемешала изюм у меня был подсохший я его залила кипятком а потом вот на салфеточку на бумажное полотенце выложила подсушила и теперь я добавляю сюда 100 грамм кефира все перемешиваем форму смазываем масло растительным и сюда тесто с изюмом готовые выкладываем если у кого есть форма такая кексики поштучно то очень хорошо накладывать у меня нет надо купить вот и хорошо накладывать только не полный прям две трети этих формочек я буду выпекать кекс вот в такой форме смазанный маслом выкладываем ставим в разогретую духовку на 180 градусов 30-35 минут проверяем готовность деревянной шпажкой разровняем и ставим в духовку выпекать так все кекс готов сейчас мы посмотрим что у нас с вами получилось проверим я шпажкой так вот такая красота красотища прям вообще сказка не прилип ничего все отлично кекс обалденный с изюмом сейчас будем пить чай проверял я готовность деревянной шпажкой потыкала все хорошо вот такой вот он красивый вот конечно надо купить формочки чтобы индивидуально для своих малышей выпекать кексики все пропеклось вот такая красота всем приятного просмотра здоровья счастья радости всем пока 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 Продолжение следует...